всем привет вы на канале world of money мир банкнот с вами артур очередная распаковка на моем канале очередное пополнение получил письмо сейчас нужно его вскрыть и посмотреть что там внутри сейчас же приступим к этому приятному процессу очень люблю вскрывать такие конверты думаю и вы тоже внутри находится упаковка с рекламой каких-то местных вкусностей но самое вкусное как я полагаю должно быть внутри и чтобы это узнать нужно сделать еще несколько разрезов страничка из книги внутри которой и сами банкноты что-то связано с историей рязани интересная наверное была книга но нас сейчас интересует больше банкноты и так первая банкнота гонконг 1 цент 1961 95 годов банкнота номиналом в 1 цент была самой маленькой банкнотой выпущенной в гонконге они были выпущены правительством гонконга впервые 30 мая 1941 года в качестве разменных денег из-за отсутствия монет вызвано во второй мировой войной в начале 1941 года вскоре после того как японцы захватили южный китай население гонконга удвоилась и составила полтора миллиона человек колония обнаружила что и не хватает мелочи и чтобы облегчить ситуацию она разрешила правительственной типографии печатать банкноты номиналом в один цент 5 центов и 10 центов на всех банкнотах была подпись финансового секретаря и уникальный серийный номер банкнота в 1 цент имела размер 42 на 75 миллиметров цвет лицевой стороны был коричневым имелся серийный номер из 7 цифр без префикса либо с префиксом а и б надписи на лицевой стороне были в основном на английском языке за исключением надписи правительства гонконга которая была продублирована на китайском языке и обозначение номинала оборотная сторона была красной с обозначением номинала на английском и китайском языках после того как японцы захватили гонконг выпуск был заменен японской военной иной после капитуляции японии в 1945 году доллар был восстановлен в качестве валюты и правительством гонконга был начат выпуск новой серии банкнот номиналом 1 5 10 центов и 1 доллар это был выпуск 1945-1952 года на всех банкнотах этого выпуска был портрет британского короля георга 6 разменные номиналы 1 5 и 10 центов были односторонние без серийного номера после смерти короля георга 6 в 1952 году был выпущен номинал в 1 доллар но уже с портретом королевы елизаветы второй а в 1961 году были выпущены и размерные номиналы в 1 5 и 10 центов также с портретом молодой королевой лицевая сторона портрет молодой королевы елизаветы второй надпись правительство гонконга на английском и китайском ниже надпись что эти банкноты являются законным платежным средством для выплаты любой суммы не превышающей одного доллара далее текстовое обозначение номинала на английском и китайском в самом низу надпись для правительства гонконга и подпись финансового секретаря также номинал напечатан на всех четырех углах банкноты размер банкноты 89 на 42 миллиметра оборотная сторона пустая банкнота печаталась с 1961 по 1995 годы в общей сложности было пять выпусков с пятью разными подписями государственных финансовых секретарей по каталогу пика крауза банкнота определена под номером п-325 имеет пять разновидностей 1 1961 71 с подписью сэра филиппа хэддон кейва третья разновидность 325 c печаталась 1981 86 годах с подписью сэра джона генри бремриджа четвертая разновидность 325 д печаталась 1986 92 годах с подписью сэра пирса джейкобса и пятая разновидность 325 не печаталась 1992 95 годах с подписью сэра хэмиша маклеуда банкнота была демонетизирована 30 сентября девяносто пятого года данная банкнота это третья разновидность 325 c в печати 1981 86 с подписью финансового секретаря сэра джона генри бремриджа это самая нечасто встречающаяся из всех разновидностей как разъем не и не хватало я ее совершенно случайно обнаружил у продавца у которого покупал совсем другую банкноту которую чуть позже вам покажу взял так сказать в довесок к основной покупке ну что же давайте положим ее вместе с вами в альбом пусть она займет свое достойное место в моем альбоме как видите вот они все разложены по порядку это первая разновидность 2 4 5 их у меня две покупал ее как третью разновидность так было указано продавца но оказалось на самом деле что она 5 спорить с продавцом не стал во первых цена была небольшая во вторых но все могут ошибиться вот здесь она будет так идем дальше банкнота из-за которой был сделан этот заказ бразилия 5000 крузейра 1990 года что-то потянуло меня на бразилию друзья люблю эту страну и хочу расширить эту тему своей коллекции итак бразилия 5000 крузейра 1990 год экстренно недатированный выпуск 1992 года период гиперинфляции начавшийся в январе 1 1990 года последовал непосредственно за выборами в бразилии в 1989 году первыми свободными прямыми президентскими выборами борьба с тяжелыми долгосрочными последствиями военной диктатуры была в программе нового демократического правительства но она была не способна быстро остановить ее инфляция в бразилии началась в апреле мая 1989 года и продолжилась до мая 1 1990 года когда показатели ее выросли за один месяц с 5,2 процента в начале апреля до 12,8 процента в начале мая пике инфляции пришлись на январь-март 1990 года тогда она достигла своего максимального значения 81,3 процента в мае 1990 года введенный 16 марта 1990 года трехсторонний план колоро это комплекс экономических реформ по борьбе с инфляцией при президенте фернандо колоро де мело этот план предусматривал замораживание цен все цены были заморожены на уровне 12 марта 1990 года чтобы позже правительство скорректировала и в соответствии с будущими инфляционными ожиданиями план предусматривал сокращение денежной массы за счет замораживания банковских счетов и ограничения финансовых рынков план фактически заморозил 80 процентов всей ликвидности ежемесячное увеличение денежной массы на 29 процентов было использовано для разжижения экономики и повторного введения новой валюты cruzero пришедшего на замену нового cruzado введенного в январе 1989 года правительство стремилось ликвидировать дефицит бюджета и ввело налоги повысила цены на товары производимые государством урезала большую часть субсидий уволила 50 тысяч федеральных служащих и приватизировала предприятия государственного сектора этот план позволил справиться с гиперинфляцией за счет снижение ежемесячной инфляции с 81 и трех десятых процентов марте 1990 года до 11,3 процентов в апреле 90 года в июле 1990 года когда был снят контроль над ценами в бразилии вновь началась высокая инфляция но это уже другая тема банкнота 5000 cruzero была введена 9 апреля 1990 года это был экстренный выпуск в котором была выпущена всего одна банкнота позже спустя шесть дней 15 апреля 1990 года был введен в обращение на временный выпуск 1990 года этот выпуск был похож на предыдущий выпуск нового cruzado 1989 года но с черными прямоугольными отпечатками если мы обратимся к каталогу пика крауза то увидим что временный выпуск по хронологии размещен раньше экстренного и пронумерован соответственно но банкнота 5000 cruzero вышла раньше чем остальные номиналы с надпечатками и так 5000 cruzero 1990 год лицевая сторона голова фигуры республики в зеленом медальоне фигура республики используется в качестве национальной персонификации в бразилии и португалии и символизируют республику фигура представляет собой изображение молодой женщины носящий корону из лавровых листьев в римском стиле это изображение присутствует на аллегорических картинах и скульптурах представленных правительственных зданиях по всей бразилии она выгравирована на бразильских монетах реалах и напечатана на банкнотах в центре большая гильоширная розетка форме круга надпись верху центральный банк бразилии номинал цифрой в правом верхнем углу и в левом нижнем углу здесь название валюты и номинала повторяется текстом серийный номер в левой верхней части и в правой нижней части банкноты подписи министра финансов целья мария кордоза демело и президента центрального банка ибраима эриса в левой части банкноты мелким текстом логотипе название монетного двора бразилии бразильское государственное предприятие занимающиеся изготовлением монет банкнот и другой защищенной продукции имеется водяной знак голова фигуры республики совмещающиеся защитные элементы виде круга также имеется сплошная защитная нить оборотная сторона герб бразилии пятиконечная звезда с созвездием южный крест внутри обрамлена ветвями кофейного дерева с левой стороны и ветвями табака с правой табак и кофе это основные сельскохозяйственные культуры бразилии под звездой лента на которой написано официальное название страны на хвостах ленты написано дата 15 ноября 1889 год это день когда бразилия была провозглашена республикой в центре большая гелиширная розетка в виде волнистого овала обозначение номинала цифры в правом верхнем углу и в левом нижнем углу название валюты и номинала повторяется текстом материал бумага размер 140 на 65 миллиметров ультрафиолетовом спектре светится только защитные волокна такое вот было у меня сегодня пополнение друзья две банкноты гонконг и бразилия большое всем спасибо за просмотр ставьте оценку этому выпуску пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал также не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мои следующие выпуски всем желаю здоровья добра успехов и хороших пополнений в коллекцию до новых встреч